Продолжение следует... Папа? Но он по выходным обычно говорит. Федя, твоя очередь. Могу я хоть разок поспать? Папа еще сонный, сьерошенный, густые черные брови, лохматки, смешно торчат в разные стороны, является ко мне. Эй, ребенок, подъем! Вот и дверь уже скрипнула, ныряясь с головой под одеяло. Пускай папа подумает, что я куда-то ободевалась. Я часто от него так прячусь, а он очень пугается и драматическим голосом взывается к не чувствующей публике. Пропал ребенок, вот несчастье. Куда же он у меня пропал? И кто его унес? Надо срочно позвонить в милицию. Вы, случайно граждане, не видели здесь одну противную девчонку, которая вечно куда-то пропадает? Ленка, Ленка, где ты? Тут я выскакиваю и ору. Не на ты, милиция, я нашлась! Ах, ты нашлась! Говорит папа, вот я тебе сейчас. И у нас начинается развеселая возня. Бегать дня по комнате, шевряние подушек. До тех пор, пока мама решительно не прекратит этот шум, который может потревожить соседей. Лежу, притаившись, и хихикаю под одеялом. Но никто меня не ищет. Делаю маленькую щелочку и оглядываю комнату одним глазом. Мама, в чем дело? Она стоит подле табуретки с моими вещичками. Наклоняется, берет платье, перебирает его руками, а сама смотрит куда-то в сторону, в одну точку. Лицо у меня напряженное и такое печальное, что мне становится не по себе. Освобождаюсь из-под одеяла. Мама словно не видит меня. Мамоленька, я сейчас, мама, видишь, я уже встала. Да, да, мама все еще отсутствует. Ее нет со мной. Я встревожена. Привинилась, наверное, чем-то. Только чем? Ума не приложила. Тихонько дотрагиваясь до маминой руки. И вдруг, она обычно такая сдержанная, крепко-крепко до боли. Поднимает меня, прижимает к себе. Будто боится, что меня могут отнять у нее. Собрать. Увести. Мама, мама, что ты? Ну, что ты? Ничего, девочка. Ничего. Сейчас пройдет. Мама вытирает глаза. Плакала, из-за чего приходит папа. Он такой какой-то необычный, невеселый. Лена. Нет, она говорит. Сегодня война началась. Война с Германией. Побудь дома одна. Нам и с мамой надо уйти. Война? Как это война? Что это война? От мальчишек из нашего двора я знаю, что война самая интересная игра на свете. В которую девчонок берут только в виде исключения. Все бегут, стреляют из серебряных пистолеток, рогаток, кричат «Ура!» и дерутся. Но это игра. А как выглядит война взаоправдышней? КОНЕЦ КОНЕЦ Немецкие армии группы «Север» рассчитывали покорить Ленинград за 4 недели. К 21 июля 1941 года. На ленинградском направлении действовали 16-18 полевая армия и 4-я танковая группа «Вермахт». Гитлер был полон решимости быстро захватить Ленинград, чтобы затем перебросить эти же части для окружения Москвы. Выполнить ответственную часть плана Барбаросса, овладеть Ленинградом, было поручено фон Леем. Лейтенант медицинской службы «Чикин». По окончанию Московского медицинского института командирована в город Ленинград в один из военных госпиталей для оказания медицинской помощи бойцам и гражданскому населению города. Дело в том, что с началом Великой Отечественной войны из Ленинграда было мобилизовано 42 тысячи медицинских работников. Врачи и средний медицинский персонал были отправлены на фронт. Но в связи с тяжелым положением, которое сложилось в блокадном городе, количество медицинских работников нужно было увеличивать. Необходим был опыт в том числе и военных врачей, потому что в городе было большое количество госпиталей, в которых лечились раненые бойцы. Да и в принципе те жители, которым требовалась помощь, из-за непростой ситуации многие болезни оказывались нехарактерными. Врачам приходилось учиться прямо там, на месте, для того, чтобы спасать жизни ленинградцев. Наверное, где-то до 55-го, до 56-го года я вообще не знала историю трагическую нашей семьи. И не знала ее потому, что мама с папой, ну, видимо, была такая договоренность не вспоминать все то, что было ими пережито. И когда прошел фильм «Летят журавли», и там главная героиня была Самойлова Татьяна, и звали по фильму ее Вероникой. И я... А мне никогда не нравилось мое имя как-то. И я подошла к маме и говорю, «Мам, не ждали вот как-то мне дать новое имя? Мне вот очень нравится Вероника». А папа подошел ко мне и говорит, «Вера, а мы дали вот тебе имя со значением. Мы с мамой хотим, чтобы ты жила долго и счастливо». Ну, мне уже было сколько лет, наверное? Это было мне, наверное, лет 12. Наверное, уже, конечно, многое, может быть, уже забывается. И вот тогда впервые мне мама рассказала о моих двух сестрах Эле, Люсе и братья Боре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 8 сентября 1941 года первый крупный воздушный налет. Фашисты обрушили на город более 6 тысяч бомб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этот день немецкие самолеты уничтожили Бадаевские склады с продовольствием. Скоро это обернется большой бедой для ленинградцев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вместе с бомбами на ленинград полетели садистские листовки. Сегодня мы будем бомбить, завтра вы будете хоронить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш большой серый шестиэтажный дом на углу малого проспекта и пятой линии. Окна у нас высокие, узкие, широкие, похожие на лавочки и подоконниками. Мое любимое занятие – забраться с ногами на подоконник, приплюснуть нос к стеклу и высматривать, что происходит на улице. Иногда мне кажется, что никакой войны нет. Удивительная теплая, засолотистая стоит в Ленинграде погода. Булыжные мостовые, как обычно летом, политы водой. Единственная неприличная деталь – избулочная прямо под окнами. Без конца выбегают женщины, нагруженные батонами. Они несут охакапками, как дрова. Длинные белые аппетитные батоны с поджаристыми коричневыми бороздками. Но зачем их покупать столько сразу? Наши соседи по квартире тоже тащат батоны. По вечерам в кухне, несмотря на теплынь, топится большая плита. Все сушат в духовке сухари, делают запасы. Только мы не сушим. Одна из соседок, Агния Степановна, говорит авторитетным голосом. Ольга такая непрактичная. Но мне совсем не кажется, что мама такая уж непрактичная. Меня завораживает красивое слово «энзэ». Я стараюсь почаще употреблять его в разговоре. Пристаю к маме. Давай посмотрим наше «энзэ». И когда мама свободна, она подается на эти просьбы. Из буфета извлекается маленькая матерчатая сумочка. Розовая, вышитая крестиком. Там молния. В ней аккуратно упакованы и перевязанные леночком лежат пакетики, похожие на новогодние подарки. Это плитка шоколада. Наша марка. Несколько чубиков витамина С. И три засохшие сдобные пулочки с изюмом. Мама бережно перебирает собержимое «энзэ». Папа утверждает, что мы молодцы. Хорошо подготовились к войне. Однажды я не выдерживаю и рассказываю о нашем замечательном «энзэ» на кухне соседям. Но эффекта никакого. Соседи только пожимают плечами. Хоть бы о ребенке подумали. Говорит Агния Степановна. Папа учился в Академии связи в Ленинграде. Вот. Приехали они в Ленинград в 1939 году. И когда началась война, весь курс папин ушел на фронт. А жен слушателей Академии должны были эвакуировать. Но так получилось, что многие не сумели эвакуироваться и остались в Ленинграде. Оставшись в Ленинграде, со слов мамы, первое время было, ну как-то еще люди не осознавали всего того, что действительно началась та блокада, которая приведет к смерти огромного количества людей. И мама говорит, когда объявляли по радио, что надо идти в такие-то пункты за хлебом, а уже блокада начиналась. Уже немцы подошли к Ленинграду, заняли Пулковские высоты. И мама говорит, мы стоим в очереди. И в это время начинается обстрел с Пулковских высот. Получереди расстреляли, где руки, где ноги, все кричат, а хлеб получать все равно надо. Все бегут в другие, так сказать, пункты. Хлеб, мама говорит, выдавался горячим. А когда дойдешь до угла, он остывает. И вместо положенных сначала было 120 грамм, потом 100, получалось 80. Прибегаешь домой, берешь марлю, делаешь мякиш и даешь сосать этим детям. Самый маленький был Боря. Одно из распространенных заболеваний в блокадном городе в то время, это, конечно, дистрофия. То есть истощение организма из-за того, что организм просто-напросто голодает. Человек голодает. Он не получает необходимого количества полезных веществ. Это белки, жиры, углеводы. Все то, что нужно любому человеческому организму для нормального развития в блокадном городе, конечно, такой возможности нет. Люди оказываются в ситуации достаточно сложной и непростой. То количество продовольствия, которое остается в городе на момент начала блокады, а это осень 1941 года, в городе на тот момент по средним таким подсчетам оказывается около двух миллионов человек. Это и жители города, это и беженцы, которые в городе оказались. В общем, продовольствия, конечно, не хватает. Городскому руководству приходится планировать, распределять, закладывать какие-то запасы. Получается, что уже с момента блокады, с осени, люди перестают... У них нет возможности просто прийти в магазин и купить какие-либо продукты. Появляются продуктовые карточки, которые необходимы для питания. Кстати говоря, сам состав хлеба был тоже далеко не идеальным. Ну, современный человек его бы вряд ли стал есть на самом деле. Да и хлебом это тоже трудно назвать. По тем же самым нормам от 20 ноября 1941 года хлеб состоял в процентном отношении из следующих компонентов. 60% это ржаная мука. Помимо этого, в состав хлеба входит еще мука более низкого качества. Это овсяная, либо кукурузная мука. То есть, ну, в принципе, то, что в мирное время также в хлеб не добавляется. 10% в составе хлеба составляет целлюлоза. Пищевая целлюлоза необходима для того, чтобы придать вот этому кирпичу, такому хлебному, из тяжелой сырой муки, некий объем. Просто, чтобы он был хотя бы пышным и напоминал хлеб обычный, мирного времени. Кроме этого, используются еще совсем, ну, практически неприемлемые в обычной нормальной жизни вещи, да, в состав хлеба входят. Это льняной, либо хлопковый жмых. По сути дела, что это такое? Это отработанный материал при производстве других либо продуктов, либо даже ткани. По сути дела, что это такое? Это мусор, это какая-то трава, это остатки того, что не применяется ни для каких других целей. Здесь это идет тоже в состав хлеба. Вытреска из мешков. Это около 3%. То есть выгребли все зерно, вытряхнули муку, в мешках что-то остается. Это, скорее всего, какая-то пыль. Это мусор, который, может быть, солома, мыши там бегали, что-то погрызли. Все это тоже используется для состава хлеба. Обоиная пыль. Было такое понятие. 3% обоиная пыль. Это, в общем-то, ну, по сути, бытовая пыль, которая тоже может быть, хоть как-то приемлемо, дополнит объем, массу и для человеческого организма, ну, по крайней мере, не будет являться чем-то ядовитым. То есть вот таким образом используются различные добавки в хлеб, чтобы обеспечить ему массу и объем. Это самое тяжелое время, когда жители города в самую тяжелую зиму 1941-1942 годов получают самый минимальный паек из хлеба очень низкого качества. Поэтому становится понятно, что нужно еще чем-то питаться, какие-то использовать, проявлять какую-то смекалку, бытовую, хитрости. Люди варят бульон. Бульон варится из старых ремней, из каких-то кожаных изделий. Поскольку кожа натуральная, чтобы что-то выварить, хоть какая-то была иллюзия того, что это мясной бульон. Это тоже все используется. Варится клейстер, разделяется таким образом, чтобы получить вот эту вот составляющую из козьего жира, который использовался при приготовлении этого, в общем-то, промышленного продукта. Сначала все же всех женщин, которые имели маленьких детей, они все же все были взяты на учет. И как-то им в первое, в первые полгода, мама говорит, давалось молоко, соевое, там еще какое-то. Мама говорит, я не помню, но нам давалось. И как-то более-менее, может быть, я старалась борь, и что-то оставалось или иллюзия. Но первая умерла Элла. Умерла Элла, пока мама бегала за хлебом, пришла домой, Элла, старались в основном лежать. Мама действительно говорит, я старалась мало выходить из дома, мало гулять. Единственное, что нам повезло, как мама говорит, было много у папы, так как он был военнослужащий, много было кожаных сапог. И мама варила кожу, мелко-мелко, резав вверх от сапога, мелко-мелко, вот нарезая вот такую кожу. И выходили за, значит, Академия связи, она была как бы на окраине, ну, того Ленинграда. И можно было еще собирать винилую картошку и листы от картошки. И поэтому старались набрать вот такой картошки и как-то заваривать туп. Но когда блокада, ну, как сказать, замкнулась, то, конечно, и этого, в общем-то, не было. Ну, и от того, что, конечно, наверное, такая вода с кожей, Элла умерла дома. Мама пришла и говорит, я увидела, что Эллочка мертвая. Вот. Никаких гробов не было. Пришлось с собой завернуть Эллу в простыню и по радио все время были объявления. Куда приходить с мертвыми людьми, чтобы не было эпидемии. И я шла, наверное, говорить, как мама говорила, километра два-три, чтобы Эллочку донести до вот этого пункта не на кладбище. Просто вот эти пункты сортировали кого куда, а потом уже смазили. Вот. Единственное, что горбовщик, вернее, не горбовщик, а служитель кладбища сказал, что взрослые в одну сторону, дети тоже в другую, но по возрасту всех маленьких хранили сверху. Но мама понимала и самое главное, мама говорила, что смерть воспринималась уже как? Ну, не как обыденность, но с этим люди свыклись, люди с этим смирились, понимая, что это неизбежно. И вот истерик, слез, таких не было. А вот. А потом след за этим, она говорит, буквально месяца через три тяжело заболела Люся. И я ее сама принесла в больницу. Наутро Люся умерла. И когда я стала интересоваться у врачей, ну, что же случилось с Люсей? Она говорит, вышла врач, и мне сказала такую фразу, смерть причину найдет. И больше мне ничего не объясняли. И Люся оставили, даже мне не отдали. Сказали, что таких много детей, которые умирают в клинике, они их сами похоронят. Нам, служащим военной медицины, приходилось каждый день, ежечасно сталкиваться как раз со смертью. Умирали бойцы с тяжелыми ранениями, умирали простые ленинградские жители, зачастую от истощения и от голода. Поначалу было очень тяжело организовать вот эту работу по захоронению умерших жителей, потому что количество было достаточно большим. В 45-46 году, когда проходил Нюрнбергский процесс, проходил международный суд над нацистскими преступниками, были озвучены следующие цифры по умершим от голода во время блокады. Это более 600 тысяч человек. Но мы должны понимать, что хоть эти цифры официальные, количество жертв было гораздо больше, потому что из-за огромного количества умерших людей не было возможности документировать и вести этот учет. Чтобы не спровоцировать эпидемии в городе, инфекционные заболевания приходилось очень быстро хоронить людей. не хватало гробов, не всегда соблюдались санитарные нормы. Для этого, например, использовалось просто крематорий, где постоянно собственно тела умерших сжигались и точное количество до сих пор неизвестно. Захоронения проводились массовые в братских могилах. люди, которые привозили иногда своих родственников умерших зимой, особенно на санках, сами потом теряли силы, падали и прямо там у ворот кладбища умирали. Не было возможности даже опознать, не было документов, кто это, откуда, какой адрес. Поэтому, конечно, количество жертв умерших от голода в блокадном городе гораздо больше официальных цифр. Улица Правды естественное продолжение нашей Большой Московской перегороженной баррикадой. В этом районе баррикад очень много, готовились к уличным боям, но поскольку до них не дошло, на грозных укреплениях обосновались мы, ребятишки. Я беру фанерку и отправляюсь на баррикады. На улице Правды баррикада особенно крутая и скользко накатана. Машин нет, и я на своей фанерке качусь без препятствий на по всей улице до первого встречного сугроба. Там можно приткнуться к снежной подушке, понаблюдать, что творится вокруг. В угловом доме напротив пожар. Последние этажи кажутся расплавленными, пламя упругими, подушками, гиганты, ими, подушку. подушку. Пожар никто не тушит, воды нет. Особого любопытства у одиночных прохожих красный петух не вызывает. Дело обычное по военному времени. Кучка жильцов, расстелив на снегу байковые одеяла и сложив туда спасенный скарб, безучастно смотрит вверх. Куда они теперь? У другого здания сметен снарядом фасад. Все пять этажей беспомощно обнажили свое одно тро. Ячейки комнат похожи на театральные макеты, также правдоподобные, так безжизненные. На третьем этаже, на краю обрыва, пианино. На его лакированной крышке пласты припорошенного кирпичной пылью снега. Незастланная кровать со свесившейся простыней. На оленьих рогах шляпа, пальто, ходики на цветастых обоях. Беру свою фанерку плетусь обратно. Навстречу мне твердо и прямо шагает молодой, хорошо взятый мужчина. Одной рукой он придерживает на плече запакованное и завязанное шнурочками тело. Так носят бревна. За ним в припрыжку бежит маленькая девочка с косичками. Моя ровесница. Кто у нее умер? Мама? И даже саночек у них у бедных не нашлось. В горле у меня комок. Догнать? Предложить свою фанерку? Нелепо. Саночки, саночки. Саваны, саваны. В ту зиму по улицам города потянулись они нескончаемой вереницей. Детские саночки с длинными белыми свертками. Ноги умерших, запеленутых в простыне, каменно вытянуты. Живые, горестно согнувшись, тянут за бечевку свой печальный груз. Сухо скрипят на сером снегу, золотанные валенки. Мои саночки тоже стоят у нас в прихожей, но готовя. Я боюсь взглянуть на саночки. Они напоминают мне о том, о чем совершенно не хочется думать. Ходя в прихожую, я никогда не смотрю в тот угол. Так мама осталась с одним Борей. Вот это уже был 44-й, по-моему, год, она говорит, я уже не помню. Но тогда уже, когда открывалась дорога жизни по Ладоге. А вот мама не рассчитывала, конечно, на то, что Боря, видимо, останется жив. Она понимала, что и этот ребенок умрет, но все равно. Но настал день, когда объявили, что хлеба не будет вообще. И тогда мама говорит, я поняла, что не выжить ни мне, ни Бори. Почему не выжить и ей было? Потому что свою пайку она, конечно, отдавала детям. Ну а смерть Бори она не помнит, потому что воспоминания ее уже начались из того, когда она оказалась вдруг на сортировочном пункте. И санитары ей сказали, а тогда по Ленинграду ходило много санитаров, чтобы не было эпидемии. Они вскрывали квартиры, убирали мертвецов из квартир, чтобы не было различного рода, я повторяю, эпидемий. Вот и маму нашли у двери, когда она уже, видимо, сползла и хотела, может быть, попросить кого-то о помощи, тех, с кем она жила там вместе. Вот. Но, видимо, потеряла сознание. И маму привезли вот на этот сортировочный пункт. И там действительно, видимо, ангел-хранитель у мамы был. Или действительно за все ее вот такие тяжелые страдания. Решили, что она, наверное, должна остаться жить. Стали сортировать. И фельдшер, я говорю, слушаю, что говорит фельдшер, что не везите, она не перенесет дорогу по Ладоге, потому что она фактически не жилец. А вторая же, фельдшер говорит, таких, как она, будет много, и ее выбросят по дороге. Дайте ей, как бы, шанс. И так мама говорит, я оказалась вот в машинах, которые перевозили нас по Ладоге. Привезли вас. Мама не помнит, на какой пункт сортировочный, откуда уже формировались поезда для эвакуации в Сибирь. И там тоже так же, когда их эвакуировали, то мама говорит, опять меня пожалели. И бросили фактически. Ну, не бросили, а дали место в теплушке. Вот. Без лечения, без всего. Мама доехала до города Томска, оказавшись без документов, без всего. Вот. Там ее сразу положили в госпиталь. Выдали ей временную справку о том, что она из Ленинграда. Ленинграда. И мама там была до сорок, до начала сорок пятого, нет, до середины, по-моему, она говорила, сорок пятого года. Вот. А в это время папа вернулся в Ленинград. Он написал рапорт о возможности восстановления в академии. Ему разрешили вернуться с фронта. И когда он прибыл в Ленинград, ему сказали, Коля, Аклава вместе с детьми погибли. И он решил не восстанавливаться в академии, а решил уехать в Литву, когда там была как раз вот борьба с лесными братьями. И папа уехал в Литву. А мама через три или четыре месяца после этого возвращается в Ленинград. Приехав в Ленинград, все были действительно удивлены, потому что действительно ее похоронили, ее друзья, те подруги, которые оставались все же в Ленинграде. Вот. И мама приехала к папе в город Каунас, Литовской ССР тогда, где родилась и я. Вот. И поэтому папа, давая, наверное, мне вот это имя Вера, он действительно хотел, чтобы я прожила не ту вот страшную такую жизнь, которую прожилела Люся Боря. Наверное, более счастливую. И я благодарна своим родителям, я благодарна своему папе, своей маме. Вот. Они настолько сохранили оптимизм в жизни, любовь к людям. И вот мама, когда закончил папа академию, мама не захотела остаться в Ленинграде. Она сказала, в любой другой город, только не в Ленинград. И папу направили в Иркутск, где я и пошла в первый класс. И папа всегда маме говорил, Клава, давай отмечать день рождения Веры всем классом. А оказывается, хотел он, чтобы весь класс приходил. Почему? Ну, мама с папой имели возможность, как бы, угостить детей. Вот. И всегда мама в день рождения готовила много-много еды, чтобы все вот дети могли, наверное, вот, ну, что ли, досыто поесть, вкусно поесть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok